Всем привет, с вами Оловацкий. И сегодня, как видите, я в очень странном виде. А для чего такой у нас образ? Я специально отращивал бороду очень долгое время, поэтому не оформлял её, старался зарасти, как это, в принципе, происходит обычно в стандартной жизни, когда ты не барбер, а ты просто человек, который занимается какими-то своими делами, ходит на работу, живёт и изредка посещает барбера. И теперь я хотел бы с вами поговорить о том, как же ухаживать за бородой, что нужно делать по шагам, для того, чтобы ваша борода была не хуже, чем у, допустим, меня, когда я умею её оформлять полностью, как и другим людям, так и себе. Поэтому буду сегодня делиться с вами всеми наработками, всеми возможными ухищрениями, чтобы ваша борода всегда была классной, интересной и при этом не требовала огромного количества времени и усилий. Для начала нам потребуется расческа, не обязательно золотая, не обязательно металлическая, можно пластиковая, любая расческа, которая поможет вам хоть немного вычесать бороду, и тем самым она будет намного лучше. Казалось бы, это очень просто, но тем не менее, очень много людей, кто вообще никак это не использует, не используют расческу и пытаются уложить бороду как-то руками. Как вы видите, руки у нас намного толще, чем зубцы на расческе, поэтому эффект абсолютно разный. Если вы хотите сделать более рваный эффект, положить волосы более естественно, то для бороды требуется, всё-таки требуется гребень, зубья, для того, чтобы её вычесать, она становится более ровной, более покладистой. Я абсолютно не вижу ничего, что сейчас происходит, но мне кажется, что борода уже практически идеально выглядит. Но для того, чтобы довести её до идеала, нужен каждодневный уход. И если вы внимательно смотрите это видео, то вы заметили наверняка, что справа от меня находится большое количество стайлинга, средств для ухода за бородой, и о каждом продукте я сегодня вам расскажу. Как их применять, для чего они нужны и покажу конкретно, на что они влияют. Итак, начнём с первого продукта. Это у нас будет клиннер пена для лица. Вы, может быть, видели ролики на ютубе, в котором я рассказывал подробно об этом продукте, но если вдруг вы пропустили, расскажу. Пена нужна нам для того, чтобы очищать волосы мягко, чтобы они не портились, не пересушивались. Используется так же, как умывалка для лица, и заодно вы можете вспенить бороду и её помыть. Также, если вы пользуетесь маслом, если вы пользуетесь, в принципе, вот абсолютно любым средством для бороды, вам требуется это когда-никогда смывать. Ну, кроме масла. Но опять же, масло тоже, если переизбыток, то лучше смыть. Клинер в этом плане очень хорошо справляется. Плюс ко всему, клинер даёт нам объём для бороды, чтобы она была более плотной, держала форму. Также очищает мягко, не портит её, и поэтому тем самым ухаживает. То есть, это такое деликатное средство для именно вашей бороды. Следующие продукты у нас пойдут, это масло и бальзам. Это, в принципе, уже идёт уход и лёгкий стайлинг. Допустим, вот вы вышли с душа, нанесли пену, точнее, вспенили хорошо, помыли бороду, и в дальнейшем вам нужно восстановить бороду, чтобы она была более мягкой, более покладистой, потому что, когда вы просто высушите её феном, либо просто высушите её полотенцем, после этого вам понадобится её как-то немножко убрать лишний объём, чтобы она стала более покладистой, более прямой, например. Легче расчёсывалась. Допустим, если борода очень сильно длинная, то в любом случае на сухую она будет расчёсываться сложнее. Для этого мы используем масло. Масло увлажняет, питает бороду, восстанавливает липидный баланс. А уже бальзам для бороды, он как раз-таки смягчает бороду, немножко её фиксирует. То есть здесь очень-очень лёгкий есть фиксирующий такой момент, поэтому если масло, оно просто увлажнит, то бальзам он дополнительно ещё будет дольше питать и будет немножко фиксировать. То есть можно, допустим, пригладить какие-то участки бороды, либо наоборот их немножко подвернуть. Это, конечно, не воск для укладки, но тем не менее, это очень похожее средство, поэтому рекомендую использовать и как масло, так и бальзам. Масло можно использовать каждый день. Бальзам, я обычно, если использую масло, то бальзам наношу раз в два дня, либо чуть реже. Если же, допустим, масла у нас нет, то тогда каждый день можно пользоваться бальзамом. Просто, чтобы не наносить слишком много ухаживающих средств для бороды, иначе она просто потеряет объём и может сильно вытянуться, быть какой-то сильно жирной, например. Поэтому обязательно используйте либо больше масла, либо больше бальзама. И того, и другого постоянно много будет чересчур. Но опять же, мягкая борода. Если вы до этого её обесцвечивали, либо там химией какой-нибудь выпрямляли, либо закручивали, тогда, конечно, она будет впитывать всё. Но чаще всего достаточно чего-то одного и немножко там миксовать. Потому что только одно масло, допустим, даёт не такой крутой эффект, как если иногда добавлять немножко бальзама. Допустим, для ежедневного использования вы используете масло, а на выход куда-то ещё немножко бальзама добавляете, и у вас более покладистая, аккуратная борода. Ну и, конечно же, не забываем про цвет. Борода, какая бы она ни была, какая бы она ни была, там натуральная, шикарная и красивая, всё равно, она всегда будет смотреться плотнее, интереснее, ярче, когда она единого оттенка. Когда нету седины, когда нет рыжины, всё, в один тон. И таким образом, она смоется, даже если она будет короче, она будет смотреться намного приятней, намного массивней и более профессионально. Плюс ко всему, допустим, пенный краситель, он остаётся слегка на коже, поэтому вы можете сформировать линию, которую, в принципе, сформировать за счёт лезвия, допустим, либо там, шейвера, вы просто банально не сможете. Так как этот краситель, он подкрашивает ещё и пушковые волоски, и седину перекрывает, и выравнивает, в принципе, тон бороды, делают её более нейтральной. И также, плюс ко всему, вы можете, в принципе, там, где нет волос, просто прокрасить и дать лёгкую тень на день-два, в зависимости от кожи. Если кожа, допустим, сильно жирная, то смоется быстрее. Если сухая, то она впитывает в себя больше пигмента и поэтому останется чуть дольше. Но это, конечно, будет всё равно видно, поэтому лучше всего наносить на небольшие участки, где, допустим, не хватает волос, и тем самым их можно перекрыть. Допустим, у меня есть участок этот в этой зоне, между усами, иногда я здесь чуть-чуть добавляю, когда они короткие. Сейчас они довольно длинные, поэтому, в принципе, этого не видно. Но когда я, допустим, коротко убираю бороду, то в целом здесь вот такой небольшой участок, который разделяет усы и бороду, а с этой стороны его нет. И для симметрии я немножко подкрашиваю эту зону, тем самым борода смотрится цельно, и этот элемент заметен только, если прям вот близь подойти, и то, опять же, кто разбирается. То есть, кто не разбирается, он не заметит этого абсолютно, поэтому можете спокойно использовать тонировку для бороды Альфа Ом пенный краситель. Вот, также есть кремовый. Если вдруг вы не хотите, чтобы у вас краситель оставался на коже, если вы хотите только волосы затонировать, есть кремовый краситель, также Альфа Ом в таких вот тюбиках. Поэтому можете использовать его, но чаще всего я использую именно пенный, потому что большинству нравится, когда есть контур, когда борода такая мощная, плотная и нейтрального оттенка. Ну и последнее, что вам нужно знать, конечно же, вы можете выполнить это все дома самостоятельно, можете заказать где-то продукцию, также можете ухаживать за собой, но никогда борода не будет круче смотреться, как если вы отправитесь к профессионалу хотя бы один раз для того, чтобы подобрать правильную форму, правильно оформить ее. Плюс ко всему это намного удобнее, и допустим вот эти участки не особо удобно пробревать, шею более-менее мы видим, там щеки более-менее можем найти баланс, а уже без профессионала поработать именно по бокам, ближе к ушам, скулам в этой зоне уже сложно, поэтому рекомендую посещать барбера, но если у вас все получается и без этого, значит я хорошие ролики снимаю, всему вас научил и останусь скоро без работы. Итак, давайте теперь перейдем к моей бороде и на этом примере полноценно сейчас увидим разницу до и после. Давайте сейчас сделаем крупный план, следующее видео будет крупный план, где будет моя борода растрепанная во все стороны и к концу ролика мы сделаем до и после, сравним, увидим результат и в чем собственно и разница. Ну что, погнали! Итак, наш первый инструмент расческа как видите одной расческой здесь не справишься поэтому нам требуется поухаживать за бородой и сейчас мы начнем с клинера смачиваем бороду водой выдавливаем пену можем нанести на бороду можем немножко даже умыться но сегодня наносим только на бороду хорошо массируем саму кожу чтобы жировая прослойка с кожи ушла и теперь смываем и теперь после клинера мы можем протереть полотенцем бороду и дождаться пока она высохнет немножко расчесать либо воспользоваться феном если он у вас есть конечно фен даст лучший эффект потому что вы сможете распределить волосы более прямо более ровно и тем самым ускорить процесс дополнительно вы можете использовать либо расческу либо направлять волосы руками в данном случае я буду использовать расческу как вы видите клинер справился хорошо со своей задачей борода приобрела снова мягкость снова приобрела объем и теперь можно приступить к ее оформлению так как я давно не оформлял бороду поэтому у меня заросла шея нужно поправить контур нужно поправить контур на щеках немного оформить усы и тем самым в дальнейшем уже можно будет работать с укладкой бороды но если у вас допустим вы недавно были там барбершопе в салоне и оформляли бороду поэтому можете в дальнейшем приступить уже к нанесению масла после пены клинера либо бальзам то есть используйте уже средства для укладки в моем случае мы сейчас будем оформлять бороду а уже потом приступим к окрашиванию и укладке и сейчас приступаем к оформлению нижнего контура бороды для этого вычесываем волосы и в данном случае я буду использовать машинку итак мы выполнили нижний контур бороды борода стала более точнее благодаря тому что мы использовали клинер борода стала более объемной ее легче срезать поэтому машинка с легкостью срезает волосы когда же волосы у нас более жирные они бывают цепляются и плохо состригаются поэтому сделать точный срез машинкой бывает довольно сложно поэтому использовать клинер очень удобно как в работе так и при уходе за бородой дома следующем мы будем выполнять боковой контур и верхний контур бороды сверху не так много волос поэтому аккуратно немножко проработаем эту линию триммером здесь также слегка подровняем то есть я сейчас планирую отращивать бороду поэтому сильно трогать ее не буду не буду ее сильно укорачивать теперь приступаем к боковому контуру бороды самое главное это то чтобы наш контур был прямым не уходил сильно назад и не уходил вниз не скруглялся поэтому постараемся его просто подровнять это очень сложно когда вы делаете это самостоятельно поэтому контролируйте оттягивайте кожу смотрите в зеркало и старайтесь ставить триммер максимально прямо и ровно далее мы слегка подровняем нижний контур усов верхний контур усов трогать не будем мы и так будем таймировать бороду поэтому она в принципе сформируется за счет красителя поэтому мы можем сделать там любую форму и при желании потом немножко доравнять поэтому тень она как раз таки очень круто работает для создания эффекта который невозможен просто за счет одной бороды повторяем повторяем то же самое с обратной стороны и теперь наша борода готова то есть мы оформили контур убрали лишние волосы так как я планирую в дальнейшем это все отращивать поэтому я бока пока не трогаю подбородок тоже не трогаю то есть все отрастает растет своим чередом и в дальнейшем мы сейчас будем что делать мы будем сейчас тонировать бороду у нас есть пенообразователь который мы раскрутили достали флакончик с красителем здесь есть номер чем ниже цифра тем темнее будет цвет то есть номер 4 это абсолютно черный для меня он будет сильно темным номер 5 уже будет довольно темный но в принципе более-менее на мне будет смотреться номер 6 уже хорошо подходит но он слегка темнее чем мои волосы номер 7 уже будет как раз таки идеально под мой цвет бороды и номер 8 будет давать очень легкую тень для того чтобы просто слегка подтонировать поэтому для блондинов для светлых волос я чаще всего использую восьмерку у кого потемнее немножко волос уже семерку и уже вот мой цвет волос я для него уже использую 6 либо 5 в зависимости от пожеланий и так как это все готовится берем краситель откручиваем ну мне проще откручивать либо надламываем и выливаем равное количество для бороды то есть либо весь флакон либо можете половинку то есть сколько вам требуется именно для бороды и ровно столько же вам нужно добавить оксида оксид здесь свой 6% поэтому добавляем ровно столько же один к одному закрываем пенообразователь немного смешиваем но не сбалтываем далее я беру миску для окрашивания и выдавливаю туда наш краситель он изначально будет в формате пены вот такой вот у нас вариант постепенно пена будет оседать и в дальнейшем мы сможем нанести ее на лицо со временем эта пена превращается в жидкость поэтому немножко перемешиваем даем буквально минутку-две чтобы пена осела и в дальнейшем можем наносить если вы уже умеете работать с этим красителем можете в принципе наносить сразу в формате пены для чего мне нужен в принципе краситель для того чтобы выровнять цвет бороды то есть кое-где появилась рыжина потому что борода выцветает со временем за счет того что мы пьем вода стекает здесь вымывается пигмент плюс ко всему солнце и все остальное поэтому борода начинает менять оттенки также кое-где там есть немножко седые волосы стресс сами понимаете и плюс ко всему все равно то есть когда она прокрашена она идеального оттенка то есть она становится более холодной но в меру то есть такой вот нейтральный оттенок натуральный то есть не чувствуется что борода какая-то искусственная поэтому я люблю тонировать бороду это очень круто смотрится намного лучше чем когда мы даже идеально оформим бороду но без тонировки она будет выглядеть чуточку не такой круто не такой яркой не такой интересной поэтому тонировка очень сильно помогает в этом плане наносим кистью по контуру стараемся не заходить за контур не закрасить лишнего если вдруг зашли за контур берем полотенце либо салфетку мочим водой и в влажном состоянии смываем краситель хорошо вода очень легко его размывает но на это у вас есть всего 7 минут если 7 минут прошло то уже краску с кожи будет ну не так просто смыть нужен будет ремувер и все остальное итак мы полностью затонировали бороду с двух сторон оформили контур более четче я немного подбрил верхний контур бороды и также дополнительно прорисовал контур полностью по форме головы все контура вывел закрасил вихор для того чтобы все смотрелось более цельно и борода не отделялась от стрижки краситель сейчас выглядит довольно темно но это нам просто кажется то есть когда мы смоем все будет намного светлее будет более естественно и более живо но при этом легкая тень останется поэтому это будет смотреться круто более естественно и при этом довольно ярко поэтому сейчас смываем краску и будем в дальнейшем просто сушить бороду и посмотрим что у нас будет краситель смываем просто водой итак мы смыли краситель можно смывать его как водой так шампунем стабилизатор цвета также вы можете использовать тот же самый клинер но для того чтобы краситель держался дольше я смываю просто водой у меня нет никаких аллергических реакций красители довольно спокойны в этом плане поэтому я могу просто смыть водой если даже что-то останется ничего страшного в этом нет то есть борода будет все равно в хорошем состоянии он никак не портит бороду единственное что сам процесс окрашивания он в любом случае немножко ее подсушивает поэтому в дальнейшем потребуется нам использовать масло либо бальзам ну а сейчас я буду ее подсушивать феном выпрямлять заодно проверю как она себя ведет потому что когда волос немножко подсушится он себя бывает ведет немного по-другому начинает больше торчать поэтому сейчас подсушиваем и потом будем смотреть что получится и так как мы видим появились торчащие волоски здесь и здесь также с той стороны поэтому их лучше всего сейчас заранее убрать пока мы не нанесли масло потому что когда мы нанесем масло сразу же эти волоски могут прилечь и лежать довольно комфортно но потом они опять вылезут я для этого буду использовать ножницы также можно это делать триммером машинкой то есть чем угодно мне просто комфортнее сейчас это выполнить ножницами и не забывайте проверять все по зеркалу и так борода у нас изначально вымыта клинером в дальнейшем мы попытались ее расчесать но ничего не получилось потому что ее нужно банально было просто оформить поэтому мы ее оформили в дальнейшем нанесли краситель прокрасили всю бороду она стала более единой более мощной также я добавил окантовку здесь поэтому в принципе это все смотрится как одно целое и теперь нужно поухаживать за волосами потому что они сегодня претерпели очень много изменений поэтому требуют все-таки ухода для этого выдавливаем небольшое количество масла буквально капельку растираем на ладонях и наносим прям от корня по всей площади бороды и остатки уже наносим на поверхность эффект от масла сразу виден борода становится немного блестящей но здесь масло очень легкое поэтому оно не дает блеска если нанести нужное количество если конечно вылетит туда не одну каплю а две три то конечно же будет сильно жирно но опять же со временем это все выветрится вытрится об одежду либо в руки и потихонечку вернется в свое состояние поэтому это масло очень легкое хорошее и оно позволяет бороде быть более естественной не пережирняет и при этом хорошо ухаживает увлажняет ее и она становится более покладистой более мягкой и также мы нанесем небольшое количество бальзама для бороды буквально тоже с горошину небольшой кусочек выдавливаем растираем уже на пальцах потому что если мы будем растирать на ладонях то у нас бальзам просто весь уйдет на ладони и теперь поверхностно наносим на бороду также можете нанести что масло что бальзам на усы если вдруг они у вас торчат но для бороды что хорошо то есть бальзам уже немного фиксирует плюс ко всему если вы отращиваете бороду у вас наверняка эти зоны довольно широкие и она как бы утолщается но на самом деле когда борода будет длиннее эти волосы как раз таки очень сильно пригодятся поэтому можно хорошо прижать виски и наоборот распушить низ ну а теперь наша волшебная расческа возвращается на свое место и нужно прочесать бороду выровнять ее и посмотрим теперь до и после на этом все С вами был Оловацкий, берегите свою бороду, пользуйтесь правильной продукцией, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, если вы на ютубе, подписывайтесь на ютуб, инстаграм, тикток, одноклассники, в общем на все соцсети и задавайте свои вопросы в комментариях, обязательно отвечу. Все, с вами был Оловацкий, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok